Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и хочется верить, что очередной полезный видеоролик у меня на канале. Я немножко приболел, поэтому на мой голос внимания не обращайте. Сегодня ролик для спонсоров, то есть без заранее заготовленного текста. Сегодня видео выходит благодаря патрону Альберту, который попросил меня рассказать о программе, которая сможет выводить поверх игр, ну и в принципе поверх любых окон, часы. И я про такую программу рассказывал где-то год тому назад у себя на YouTube-канале и в блоге на Zen. Называлась программа NZXT Cam. И все было хорошо, но где-то 2 или 3 месяца тому назад разработчики этой программы почему-то функцию наложения часов из своей программы вырезали. То есть там можно смотреть температуру процессора, частоту процессора, параметры подробные по видеоускорителю, по оперативной памяти, опять же там частота, температура. Но часы они выпилили, их на форуме спрашивают почему, разработчики не отвечают. Но как бы к старой версии откатиться нельзя, потому что у них онлайн инсталлятор и когда бы вы не ставили программу, у вас автоматически будет ставиться только самая последняя версия данной программы. Поэтому давайте покажу. Ну и если кому-то интересно, что вообще представляет из себя эта программа, она позволяет выводить поверх игры вот такое вот окно, которое отображает получается в режим реального времени параметры вашего ПК. Ну это другая программа, это FPS-монитор, мне она больше нравится, потому что здесь все можно настроить под себя, разместить в любой угол, поменять размер, шрифт, склеить объекты, надписи добавить дополнительные. То есть мне нравится. И здесь есть часики. Но вот Альберту нужна программа без какого-либо дополнительного софта, чтобы все было очень просто. Да, вот только часы. Такая программа есть, называется на Десклок, полностью беспроводно распространяется. Вот часики появились вверху. То, что здесь курсор становится активным, это типа обманка. Я вот зажимаю левую клавишу мыши и ничего сделать не могу. Ну просто почему-то курсор так меняется. По факту часы приклеены и никак не реагируют на мышь. И давайте запустим игру. Давайте вот эту вот игрушку запустим. То есть запускаем любую игру. Самое главное, как и в других программах, которые выполняют... Ой, как громко, сейчас выберу звук. Как и в любых других программах, которые выполняют подобную функцию, выводят, допустим, наложение с часами и другой информацией нужно, чтобы игра соответствовала разрешению вашего рабочего стола. То есть у меня разрешение рабочего стола 1920 на 1080, соответственно, игра также запускается в таком разрешении. Сейчас я вам покажу. Все внимание в левый верхний угол 1920 на 1080. Ну вот еще раз говорю, у меня вот такая вот панелька, но Альберту вот это все не нужно, ему нужны только часы. Вот такая вот замечательная программа. Ссылка на ее загрузку будет, как всегда, в описании под этим видеороликом. Давайте немножечко посмотрим, какие там настройки. Их очень мало, потому что это, по сути, просто часы. Вот я сказал, что на левую клавишу мыши она не реагирует, на правую реагирует. И вот смотрите. Первый раз, когда вы ее запустите, у вас не будет стоять галочка напротив пункта Lock Windows Position. То есть здесь она запускается в правом верхнем уголке. Я ее переместил в самый центр под, получается, веб-камерой. Ну, мне так проще. Я туда почти никогда не смотрю. И даже если у меня, получается, программа будет запущена, вот, когда я просто пользуюсь Windows, у меня вот это, можно сказать, слепая область. Я сюда почти не смотрю. Ну, даже если вот открыть, да, вот даже если открыть оперу, я вот так вот пользуюсь в таком положении, мне не перекрывает ничего. Ну, то есть меня не отвлекает. Кликаем правой клавишей мыши, давайте пройдем в опции. Здесь что вам доступно? Вы можете изменить размер шрифта, начертание шрифта, то есть там толстый курсив, плотный-плотный курсив и так далее, и выбрать свой шрифт. Я выбрал Segoi UI, обычный, размер 19. По умолчанию часы, по-моему, они больше были. Вот, ну, набор символов кириллица. Дальше вы можете изменить формат. Можно добавить сюда дату, можно добавить время, то есть можно добавить просто разделитель, чтобы, допустим, у вас была и дата, потом была вертикальная line break, это разделитель, и, допустим, время. Вот, ну, как я уже сказал, я использую, сейчас скажу, какой формат, вот этот вот, где 0.0.23, то есть если будет там 13, 14, и ночью будет 0.1, 0.2, ну, то есть тут все поясняется в скобках. Тут программа очень простая, здесь везде есть примеры. Далее цвет шрифта, у меня белый, и галочка транспора, то есть задника нету. По умолчанию здесь бэкграунд, вот, получается, задний фон у часов, это синяя плашка. У меня стоит прозрачная, то есть чтобы мне не мешалось. И еще outline color, это опция, вот вы видите, получается, как она называется-то правильно. Я забыл. Ну, я это называю, получается, когда текст у тебя очерчивается. Вот сейчас включу, и вот он очертился. Ну, и цвет очертания у меня черный. То есть мне прям так комфортно воспринимать. Чтобы программа запускалась постоянно вместе с Windows, надо поставить галочку Load Program on Startup. То есть запускать программу при старте. Я ее запустил через утилиту Launcher, то есть он, чтобы просто запустилась программа, и показать, как она работает. Просто я, как уже вы, наверное, поняли, пользуюсь программой FPS Monitor. Она мне безумно нравится, я про нее уже видео снимал. Но эта программа платная. Хотя разработчик абсолютно не жадный, что кризис, ну, как, что не то, что кризис, то, что как бы не менялась цена, там, доллара или еще чего-то, она всегда стоила 350 рублей. Я купил две копии на стационарный компьютер и на ноутбук. Если кому интересно, ссылочка на обзор этой программы будет в описании под видеороликом. Очень положительно отношусь к разработчику, потому что когда у меня были проблемы, прям с ним можно было переписываться через форму обратной связи. И он помогал. То есть у меня был конфликт, когда я, получается, накатил тему Windows 95 себе на компьютер, у меня, ну, возникли проблемы с этой программой, он помог их решить. Там она не активировалась, он в чатике мне помог. Ну, то есть, просто, да, от себя хочу сказать, что мне очень классно, очень нравится эта программа, FPS Monitor. Она стоит 350 рублей, и разработчик очень положительный человек. Вот. Если вам нужны только часы, без дополнительной информации, DSC-Log. Ну, а с вами, как всегда, был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх, если вы мой спонсор. Есть какие-то вот тоже такие вопросы. Просьба, никогда не стесняйтесь писать мне в личку. У меня почему-то личка, в принципе, пустая. Вы вроде бы как меня поддерживаете, но очень редко пишите о том, что вам с чем-то нужно помочь. Хотя, с другой стороны, значит, что у меня ролики получаются хорошие, исчерпывающие, что по ним и так все понятно. Всем пока, до скорых встреч, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»